Каково значение имени Шивы, то имя Господа, Сатим Сварупа, он Сатя Сварупа. И кто это Сатя Сварупа, это Сашиваджи? Есть материальная истина, есть духовная истина. То, что мы видим нашими глазами, это материальная истина. Например, наши родители, мы скажем, да, это мой отец, это моя мать. Это правда, но то, что касается этого момента. Например, вы видите траву, и тогда в этот момент это истина. Я вас вижу, это истина или это ложная, это истина. Но насколько? Только лишь вот на это мгновение, это истина. Вот почему в шастрах говорится, есть два вида истины. Та, которая на данный момент, и духовная истина. Моментальная истина, и духовная. Браман Сатя. Этот материальный мир ложный. Нашпарам Гурадевшила Бакти Проген Кешва Гасай Макарач. Он очень говорил об этом. Что если бы этот материальный мир не был бы истинным, тогда как бы вы оказались здесь? Что они отвечают? То есть, всё, что они говорят, то, что ложное. Нашпарам Гурадев объяснял это. Философия Майвадия. Есть два вида истины. Так, которые на данный момент... Это временно. Материальный мир временный. Он просто вот в этот момент проявлен. Это называется таталика. Таталика именно в этот момент. Какова истина? Багавань — это верховная истина. Сатьям Парам Дхимахи. И наше Госвами, он описывает это во многих комментариях. Множество видов катхи, тика. Многие ващнаы в своих комментариях описывают эту истину. Есть материальная, временная истина. Есть духовная, вечная истина. И кто этот сатья? Кто этот сатья Сваруб? Это Саваям Багаван, Верховный Господь. Такова Шива Татва. Такова Шива Татва. Это Шива Татва. Есть Джива. Продолжение, он вечен или нет. То есть он относится к Духовной истине. Поэтому, да, Шива Татва. А, Шива Татва. Это как бы положение. Например, есть министр. Например, ну вот есть какой-то человек, там министр. Он может его править, занимать этот пост, там, 5-10 лет. И потом что происходит? Через 5 лет он уже перестает быть министром. Он становится как бы бывшим министром. То есть, когда он получает это положение, он министр. Но когда он теряет это положение, он становится бывшим министром. И в шастре говорится, кто Индра, кто Брама. Это положение определенное. Они получают это положение. Тот, кто совершает баджан и саду на протяжении... А, тот, кто следует Варнашрама Дхармия на протяжении 100 лет чистым образом, тогда такой человек, тот, кто строго следует Варнашрама Дхармия, например, там, Брамачаре, Грихайского, Напраста, Саньяси, строго следует всем законам одного какого-то ашрама, необычайно сложно. Но если живое существо, оно следует этому на протяжении 100 рождений, строго следование Варнашрама Дхармия на протяжении 100 жизней, если кто-то строго следует Варнашраме, на протяжении 100 жизней, тогда такое живое существо может стать Господом Брамой. То есть стать Господом Брахмой, это не так-то просто. Иногда есть два Брама, первый Хиранья Гарба Брахма, а второй вид — это Байрадж Брахма. Это технические термины. В Байра есть Байрадж Брахма, а есть Хиранья Гарба Брахма. Например, если невозможно найти чистую дживу, душу, которая бы следовала Варнашрам Дхармия очень строго на протяжении 100 рождений, тогда Сам Господь станет Брахмой, и Он выполняет роль творения. Но тот, кто на протяжении 100 рождений строго следует Варнашрам Дхармия, то есть в некоторых кальпах невозможно найти такую дживу. Вот почему. Итак, Брахма, его пост на протяжении 100 лет, 100 лет Брахма держится, а затем он покидает это положение. В шастрах говорится, что Индра также получает это положение. Это пост, название. Даже получить положение Шивы необычайно сложно, и это не происходит во все кальпы. Шиваджи, он... То есть каков долг Шиваджи он разрушает? Итак, есть Джива Коти Брахма и Швара Коти Брахма. Шива Коти Брахма и Джива Коти Брахма. Ой, это Джива Коти Шива. То есть есть, когда душа какая-то становится Шивой, получается, получает этот пост. Бывает так, что сам Господь, он занимает это положение. Не так-то просто совершать уничтожение, разрушение Вселенной. Если вы построите красивый дом, если вы захотите уничтожить его, если вы захотите уничтожить храм, например, построен какой-то храм. Но уничтожить его, разрушить, не так-то просто. Кажется, что уничтожение так-то просто. На самом деле, эта работа уничтожения не так-то проста. И поэтому это положение, то есть эту работу выполняет Шива. Так есть Джива Коти Шива и Швара Коти. То есть есть тот Джива, который получает положение Шивы, а есть Садда Шива. Садда Шива — это Ишвара Коти Джив. Ой, Ишвара Коти Шива. То есть это Бхагавататва Господь. То есть Шива — это не Джива. Садда Шива — это тот, кто выполняет уничтожение. Есть Кайла Шива. А Кайла Шива, который на Кайлаше живет, это Джива Татва. Итак, Шива, Индра, Брахма — это положение. Ну, в различные кальпы. И вот это положение занимает Шива. Что делает Господь Шива? Вишну, он поддерживает. Итак, есть Садда Шива, который не является Дживой Татвой. Его положение, его работа — уничтожать творение. Кришна, Нама и Шива, Нама — это не одно и то же. И думать так, это является оскорблением, что приравнивать имя Шивы к Камени Кришны. Итак, кстати, то, что не является истиной, а Вы говорите, что это истина, называется нинда, оскорбление. К примеру, например, человек ничего не крал, но Вы называете его вором. Что это такое? Это критика. Например, если кто-то что-то украл, тогда Вы можете назвать его вором. То есть, критикой не является, если кто-то украл что-то, и Вы называете такого человека вором. Но если кто-то ничего не крал, а Вы его называете вором, то это критика. Равана, он похитил Ситу, поэтому он вор. Что это, будет критикой Равана? Нет, то, что Вы говорите, это истина. Также Кришна называет маканчором, воришкой масла. Кришна называется чор. Что он похищает? Он похищает сердце Шимати Радики. Что, маканчор? Кришна также похищает одежду гопи. Кришна похищает одежду гопи. Если Вы однажды Вы предадите Кришну, тогда Кришна похитит все Ваши грехи, называя ими Гавинда, тогда все Ваши грехи будут похищены. Что же Кришна похищает? Он похищает масло. Макан, ма означает нет. Макан, ма означает нет. Кришна значит вожделение, нет вожделения. Что же Кришна похищает? Он похищает прему гопи. Макан. Ма означает нет. Макан, он не похищает каму, он похищает прему гопи. Что Кришна крадет? Он крадет прему, которая кроется в сердцах гопи. Вот что он похищает. Макан, ма означает нет. Кам, нет вожделения. Макан означает кама, вожделение. То есть он не похищает каму, он похищает прему сердец гопи. Прему гопи. Крадет Кришна. Когда мы отправляемся вместо камня ванн. Итак, если вы говорите на саду, что он саду, то есть, например, если кто-то не является саду, вы называете его асаду, то это не критика. То есть, если... Но если человек ничего не крал, а вы его называете вором, то это уже нинда, оскорбление. Если кто-то действительно является вором, и вы называете его вором, то это не критика. Но просто воспевайте святые имена. На нинда ты. Означает, вообще не надо никого критиковать, на самом деле. Потому что это всего лишь трата времени. Ну вот вор он крадет, и что с того? Бхага в этом говорится. Если вы будете кого-то критиковать, то вы не получите никакого блага. Хочу рассказать иную историю. Однажды было собрание, в общем, при царе Акбаре. У него был советник Вербал. И Акбар спросил Вербала. Ты знаешь, я люблю баклажанчики. Баклажаны такие хорошие. Он стал... Расслабляйте баклажаны. И все, что вы не приготовите из баклажанчика, все это очень хорошо. Вы сможете приготовить сабджи. Чака-чак можете приготовить. И Вербала, советник этого царя Акбара, он подтверждал, да, да. Все это и правильно. А потом Акбар сказал, что на самом деле баклажаны вообще бесполезные. Если вы много будете есть баклажанов, то у вас тело покроется аллергия, все чесаться будет. Потому что если у вас там чесотка, то вы не должны есть баклажаны. И Бербал это послушала, и он так же стал подтверждать. Да, 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 баклажаны. Это вообще бесполезная штука. Тут же поддержал его. В Чатурмасе мы не едим баклажаны. Ну, потому что там семечки там какие-то у них неполезные. И этот царь Акбара потом сказал Вербалу, Акбар сказал, Акбар сказал, когда я начал представлять баклажанчики, ты поддержал меня, потом я сказал, что баклажаны плохие, на самом деле ты тоже подтвердил. Вербал сказал, ну, если ты будешь говорить, что они хорошие, то да. Если плохие баклажаны, то тоже поддержите, да. То есть, если я буду... Я просто принимаю все, что ты говоришь, сказал советник царю. Потому что если буду что-то противоположное говорить, то ты разгневаешься. Советник сказал, я слуга не баклажанов, я твой слуга. Поэтому я должен тебя радовать. Итак, что такое Нинда? Сатам Нинда, первое оскорбление Святого Имени. Не критикуйте Саду. У Саду нет никаких недостатков. Ниндостатков. Нашиларупа Госвами Пад. Говорит в Шиупаде Шамрите. У преданных нет недостатков. А если вам кажется, что у Саду какие-то недостатки, это просто в вашем уме что-то не так. У Саду нет, не может быть недостатков. Вода всегда чистая, но вода, которая... Ну вот, питьевая вода, она всегда чистая. Например, вода из колодца. А вода, которая из крана в реке. А вода, которая из тела, выделяется, если я правильно поняла, то есть это все не очень чисто. Так, джал означает вода. Существует множество видов, различных видов воды. Мы не должны критиковать Саду. Ганга всегда чиста. Вода Ганги всегда чистая. А если на воде появляются пузырики, это значит, что вода... То есть вода с пузырями и такой водой нельзя покнать за Господом. Или если, например, или если кровь в воде находится, то эта вода не чистая. Но Ганга, чал, вода Ганги, даже если на ней есть пузырики, она всегда остается чистой. Точно так же. Байшналы всегда чистые, поэтому вы никогда не должны видеть никаких недостатков, потому что их у них нет. У них только лишь хорошие, благие качества. То есть просто наши глаза осквернены. Наш ум осквернен, поэтому мы можем что-то такое видеть. Но Саду, Вайшнавы, они всегда чистые. Если вы назовете Харидас Такуром мусульманином, то это будет аппарат Хай. Но Харидас Такур — это намачаря, он чистый Вайшнав. Несмотря на то, что он родился в семье мусульман, вы всё равно не должны называть его мусульманином, потому что он Вайшнав. кто принимает Гуру, кто принимает Дикшу, и вы можете спросить, тогда какой Готри, какой династии относится такой человек тот, кто получил Харидама Дикшу? Если вы получили, то есть если вы не получили Дикшу от чистого Гуру, тогда вы относитесь, можете относиться к какой-нибудь там материальной династии, но если вы получили Дикшу у чистого Гуру, то вы относитесь к Ачута Готри, к династии Господа. Так же тот, кто повторяет святые имена, это они принадлежат к династии Хари. Такие личности принадлежат к Ачута Готри, к династии Кришна. Вы не должны говорить о предыдущих Ашрамах Саду, обсуждать такие вещи. Это будет являться Саду Ниндой. То есть что значит Саду Нинда? Вы не должны критиковать Саду. И вы также не должны говорить о предыдущей истории, о предыдущих Ашрамах Вайшнавов до того, как они приняли Саньясу. Точно так же как Гангаджал, она чистая, повитро точно так же Вайшнавы они всегда чистые. Саду Ниндой. Итак, когда вы смотрите на Вайшнавов, например, некоторые Саду худенькие, кто-то в теле, у кого-то большое тело, неважно какой размер у Саду, если вы их так вот меряете своими мерками внешними, то это также аппарат оскорбления. Или Саду, если он не прямо например ходит там как-то тоже будет являться оскорблением. Если Саду гневается, то это благоприятное для нас. так же как Нарадуджа, как он разгневался на манегривую, на лакувару. И это оказалось благом для них. Это шудо-батта. Если шудо чистый, преданный гневать на нас, то это хорошо для нас. видя наши недостатки, они гневаются точно так же, как Нарадуджа, он разгневался на манегривую. Если бы он их не проглял, то они не стали быть теми двумя деревьями, и потом Кришна, Говинда, он бы не смог их освободить. Но они были освобождены. Да, это заняло какое-то время, но Нарадуджа, он проклял этих двух братьев, они станут деревьями. Но где оказались эти деревья, где они родились? Во Вриндаване в Гакуле, в Нандабаване, рядом с домом. Нандабабы, отца Кришны, во дворе дома Нандабабы, они родились как два дерева. И Кришна тогда явил Дамодар Лилу и затем освободил эти два дерева. И затем они родились как Сник Даканта и Мадуканта. это их вечная сварупа Налакувара и Манегрива. Итак, гнев Саду это его милость Крипа. Грипа. Точно так же, как Нарада Муни разгневался на Налакувару и Манегриву. мы должны понимать, что их гнев это их милость Крипа. Гуру, гуру, который только лишь прославляет вас, вам может казаться, это хороший гуру, а гуру, который дает нам пощечину, гневается на нас, мы сразу начинаем думать, о, он нам дал пощечину, значит, это плохой гуру, пойду к другому, точно так же, как доктор, когда он делает операцию. Есть два типа докторов, есть один вид доктора, который только там дует вам на ранку, а второй доктор, который вам разрежет и делает операцию, какой же доктор лучше? Фу-фу, доктор, или доктор, который делает операцию? Нет, на самом деле хорошим доктором является тот, кто разрежет вам этот ваш гнойник, разрежет его и вытащит оттуда, вычистит весь этот гной. Но доктор, который там дует только лишь вам на ранку, доктор, который фу-фу вам делает на ранку, это плохой доктор. Но доктор, настоящий доктор, он, конечно, вам доставит боль, он разрежет вашу кожу, и вы будете страдать 3-4 дня, и вы будете проклинать этого доктора, но через 3 дня, когда вам станет лучше, вы вернетесь к этому истинному доктору и скажете, о, спасибо, вы вылетели меня. Таким же образом саду они постоянно проливают милость на нас. Они несут нам только лишь благо. Попробуйте это понять. Саду, который постоянно прославляет вас, нужно понять, что такой саду что-то от вас хочет, он хочет очистить ваши кармашки, забрать все ваши деньги. И кто такой истинный саду? Как этот врач. Итак, первое оскорбление с того имени означает, что вы не должны оскорблять саду. Второе вид оскорбления это приравнивать имя Шивы к имени Кришне. И третий вид оскорбления это гуру авагия. Непочтение гуру. гуру это необычная личность и бхакти это необычная но нам может казаться что мы спим и также гуру дев спит мы кушаем и гуру дев кушает когда мы начинаем думать что гуру это обычный человек это оскорбление гуру гуру авагия нужно понимать что гуру это необычная личность вы не должны принимать гуру дева за обычного обыкновенного человека что звук в трансляции тихо стал не слышит переводчица и так что еще относится к гуру авагии если гуру дал вам какое-то наставление то не раздумывая вы должны этому следовать например гуру дев вам дал какое-то наставление без всяких мыслей без всяких раздумываний вы должны этому следовать например гуру говорит отправляйся принеси мне стакан воды а ученик начинает спрашивать всякие вопросы какую водичку тебе принести из-под крана гуру дев или чистую очищенную фильтрованную теплую или холодную ученик должен знать что гуру например не любит холодную воду не пьет холодную он любит тепленькую подогретую водичку так если вы слушайте гуру ученик должен знать ученик должен знать как служить гуру какую воду принести своему гуру даю это истинное служение а какой же высочайший вид служения Шримати Радика она знает сердце Крешное поэтому в читании Черетамрите говорится Гурдер цитирует Шлоку Шмати Радика знает внутреннее желание Крешное и только Шимати Радика она знает все внутренние сокрытые желания Крешное и поэтому она лучше всех может служить Крешне и она исполняет все желания Крешное Каково имя Радики Одно из ее имен Крешна Шмати Радика она исполняет все желания Крешне почему она являет ман ревнивый гнев почему Шмати Радика являет ревнивый гнев то и в книге Прима Сампут Вы должны читать эту книгу Так, вы должны читать эту книгу Прима Сампут Итак, Кришна Анангамохан Итак Кришна пришел в облике женщины к Радхаране и сказал о Радхаране Почему ты являешься ман Шмати Радика Шмати Радика ответила Я это делаю для счастья Кришна Кришна Ты вор Ты ступид нонсенс Когда Радика говорит так Когда Радика говорит так Кришна то Кришна очень счастлив Когда Шмати Радика пребывает в Диви Мад Даша И когда Кришна пришел в облике Брамара и стал молиться Родцет на стопах мать Радики И так Брамар Этот шмель он летал И Бабл Пи этот шмель подумал подумал что лотосные стопы Шмати Радики Это как цветок лотоса И этот шмель он стал кружить рядом со стопами Шмати Радики И Шмати Радика начала ругать его Ты что прилетел сюда успокоить меня А ну-ка не касайся моих стоп Ты двуличный И твой друг Удова Он той же лицемельный и двуличный То есть с кем вы общаетесь такими вы становитесь Если например ваши друзья саду то вы тоже станете саду Потому что Матя Радика сказала что твой друг Кресна Он распутник И ты таким же стал Чал Капат Ты двуличный говорит Матя Радика Убирайся отсюда Матя Радика сказала этому шмелью Даже твой друг он пришел сюда успокоить мой ман но он должен улететь отсюда Такая прекрасная Катха Но время уже много Столько всего прекрасного можно рассказать Вопрос Брама Вишну Махеш Итак есть Ишвара Коти Брахма и Джива Коти Брахма То есть Брахма который Джива который стал Брахмой или Господь Шива Ишвар также Кришна Он высочайший Брахмой Вишну Он все поддерживает Рупа Шивы Шива Джи Он являет уничтожение Абрама Он творит Так Вопрос который задал предан один После старождения исследования Варнаш Мадхарми можно стать Брахмой Чуть Немножко не поняла Переводчик вроде как сказал что одно и то же Городева спрашивает что он уже объяснил Джива Таттва выполняет уничтожение Ашива Бхагаван Некоторые кальпы Бхагаван получают устанавливать Ашивой Ишвара Ишвара Называют Ишвара Шива А Кайлаш Шива это Джива Таттва Шива который живет на Кайлаше Наш Гурдев написал одну книгу Она есть также на Бенгале на Хинде Эта книга называется Шива Таттва Ну в общем В общем, то, что касается Вишну, Вишну — это всегда Бхагаваттатва. То есть, Джива не может стать Вишну. То есть, Вишну — это всегда Бхагаваттатва. А Джива может стать Брахмой, либо Шивой. Шива, он может быть как... То есть, Джива может стать Шивой, либо Господь, он, получается, ну, как бы, становится Шивой. Итак, есть Вайрач Брахма, Хирания Гарба Брахма. Так, есть Хирания Гарба Брахма и Вайрач Брахма. Ху-ху, Вайрач. И больше на тему Шивы таттва мы будем говорить завтра. Так, завтра будем обсуждать Шива-таттву. Что делает Вишну? Что делает Вишну? Он поддерживает. Поддерживает все вселенные. А Шива-джи уничтожает. Некоторые кальпы... Итак, когда Бхагаван станет получать получение Шивы, то это сада Шива. И это Ишвара-таттва. Вараж Брахма, Джива-таттва. Хирания Гарба это... Итак, Вишну это своем Бхагаван-таттва. Шива-джи это Джива-таттва. То есть Брахма и Шива, это может быть как Господь, так же Джива, может получить это положение, но Вишну это всегда Господь. Джива не может стать Вишну. Запомните это саду. Запомните это саду. Закончилась Харикат-ха. Джайшуя Гурдеев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok